В социальных сетях вы спрашиваете меня о том, как можно бороться с речевой избыточностью, например, с тавтологией, то есть повтором однокоренных слов, сходных по значению звучания. Пример. Этот случай писатель подробно описал в своем письме. Конечно, нужно стремиться использовать синонимическое богатство родного языка. О синонимах в целом мы уже говорили. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, что такое перифраз. Блэс Паскаль говорил, в известных случаях Париж следует называть Парижем, а в других его надо величать столицей государства. Запомните, перифраз – это выражение, синонимичное слово. Перифраз используется для того, чтобы избежать тавтологии или в стилистических целях, чтобы усилить изобразительность и выразительность текста, создать интригу. Другими словами, происходит замена какого-либо слова или выражения оборотом, в котором называются наиболее существенные признаки обозначаемого. Вот пример из телеанонсов. В стране троллей и фьордов. Что ищут русские женщины в Норвегии? Реклама молодости нашей. Тайная история двигателя торговли. Или он породил натурального блондины и голубую луну, а его вся Россия знает, как и Саула и хозяина Люси. Впервые Ким Брейдбург против Олега Газманова в невероятной битве композиторов хит за хит, песня за песню, звезда за звезду. Но из-за частого употребления в текстах тележурналистов многие перифразы превращаются в штампы. Например, «Страна восходящего солнца», о Японии. Или «Люди в белых халатах», о врачах. «Стражи правопорядка», о полицейских. Это уже избита и никого не удивляет. А вот что привлекло наше внимание. Однажды я смотрела телевизор и услышала такую фразу. Кто знает, стала бы девушка по имени Маша Бернард, победительница первого советского конкурса красоты. Но для Маши Калининой все эти перипетии 20-летней давности будто из чужой жизни. И когда ее называют Гагариным отечественного гламура, совсем не обижается, ведь у нее теперь другие горизонты. С помощью всемирно известного имени Гагарин журналист показывает масштаб личности Маши Калининой. Витрины перестройки, жемчужины Горбачевской эпохи, первой победительницы в Советском Союзе конкурса красоты. Подобные перифразы многозначны. Они не только соотносят масштабы личностей, но и вносят дополнительные со-значения. Например, значимой оказывается и коннотация первой. Первый российский космонавт, первая в СССР, где секса нет, победительница конкурса красоты. Профессор Наталья Клушина отмечает, подобные перифразы, оттеняющие масштаб личности или события, являются емкими формулами, не требующими распространения и экспрессивности в своей лаконичности. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok